Мой отец Корсанов Казбек Дрисович до Великой Отечественной войны принимал участие в боях с Винляндией в 1939-1940 годах. Получил там звание Героя Советского Союза. Ну и Великую Отечественную войну начал уже в звании капитана, командира одного из первых дивизионов «Катюш». Это так называемые гвардейские минометные части. Это было новое оружие, по сути дела одни из первых систем залпового огня, которые очень активно действовали в ходе всей войны, особенно первые дивизионы проявили себя очень отважно в битве за Москву. В июле-августе состоялись первые залпы его дивизиона на Брянском фронте, а затем он воевал в 16-й армии под командованием генерала Рокоссовского на Волоколамском направлении. Это были такие самые трагические, наверное, месяцы в битве за Москву, поскольку немецко-фашистские войска подошли вплотную к Москве и бои принимали очень ожесточенный характер. В частности, особенно острые бои, скажем так, горячие бои развернулись вот именно на Волоколамском направлении, в 80 километрах от Москвы, в районе Старой Руссы, в районе города Истра и в районе деревни Скирманово, где немцы сосредотачивали большие скопления живой силы и техники. В районе Скирманово были произведены многочисленные залпы дивизиона. Катюш, которым отец командовал, это был второй дивизион. И в течение нескольких дней там шли очень ожесточенные бои, и надо сказать, что немцы понесли очень большой урон, за что отец потом получил соответствующую высокую награду. Он был капитаном, а ему Рокоссовский присвоил засрочно звание майора, наградив его орденом Красного Знамени. Там под Москвой еще был один эпизод очень такой интересный, в районе города Истры. Наблюдательный пункт отец разместил на колокольне Нового Иерусалимского монастыря. Это один из старейших монастырей. Ну и случилось так, что в полосе действий стрелковой дивизии, которая тоже вела бои на этом направлении, появились немецкие части и зашли в тыл этой дивизии. Ну и, по сути дела, наблюдательный пункт отрезали от своих частей. И когда они это поняли, то нужно было уносить ноги. Ну вот отец рассказывал, как они спустились быстро с этой колокольни, погрузили все имущество на автомашину, грузовичок, знаменитая полуторка. Водителем был опытный рабочий с Горьковского автозавода. Ну, отец ему сказал, Ваня, наша жизнь в твоих руках. Рви на прополую. Ну и, конечно, все были вооружены винтовками, автоматами. Ну и открыли огонь по входящим немцам, наступающим немцам, чтобы вырваться по дороге в расположение своих частей. Ну, в ответ по ним начали вести огонь. Но удивительным образом, что никто не пострадал. Никто даже не был ранен. А я всегда думал, представьте себе, если бы шальная пуля какая-нибудь попала бы в колесо этой автомашины, то я бы, наверное, не родился. Меня бы не было, потому что сразу бы их всех захватили бы. Немцы через две недели после занятия города Истры ушли под натиском сил Красной Армии. И уходя, эти мерзавцы взорвали монастырь. Я был недавно, где-то года два-три, впервые посетил этот монастырь. На меня произвел восстановленный монастырь. И я, когда туда приехал, я обратился к одному служащему, рассказал эту историю. Он сразу встрепенулся и сказал мне, если бы вы раньше мне об этом сказали, я бы смог вас проводить наверх, на эту колокольню, чтобы вы посмотрели то место, откуда ваш отец корректировал огонь своего дивизиона. После битвы за Москву в январе 1942 года его назначили командовать полком Катюш. Это полк, три дивизиона, это уже мощнейшее такое воинское формирование. Он воевал на Северо-Западном фронте, затем на Сталинградском фронте, Донском фронте, еще на каком-то фронте, сейчас не помню. А в 1943 году его назначили командиром 7-й гвардейской минометной дивизии. Всего было 7 таких дивизий. Все эти дивизии подчинялись лично ставке Верховного Главного Командования. Но дивизия отца за всю войну прошла боевой путь более 3000 километров и дошла до Кенигсберга с боями, конечно. Освобождали Белоруссию, Польшу, ну на западные направления они двинулись и Прибалтику. Были очень тяжелые бои в Восточной Пруссии. Ну и, конечно, знаменитый штурм Кенигсберга, города-крепости, в котором принимали участие многие воинские соединения, дивизии, в том числе и 7-я гвардейская минометная дивизия «Катюш». Тогда уже появились новые образцы «Катюш» более крупного калибра. Они наносили очень такие мощные удары по бетонированным сооружениям противника. Ну и, кстати говоря, в Кенигсберге отец войну закончил. Был отозван в Москву, принял участие в Параде Победы 24 июня. У меня до сих пор хранится его китель, в котором он шел по Красной площади. Во главе 1-го сводного батальона шел Баграмян, известный военачальник. Он, кстати говоря, и уговорил отца пойти именно под знаменами 1-го Прибалтийского фронта, а не 3-го Белорусского фронта, в составе которого отец брал Кенигсберг. Командуя прошелся по брусчатке Красной площади. Лихой генерал, молодой, ему было тогда 34 года. С 59-го года был назначен на должность заместителя начальника военно-инженерного ракетная академии имени Дзержинского. Сейчас это ракетная академия имени Петра Великого, знаменитая академия, одна из старейших российских, советских академий. Они подготавливали офицеров для службы в РВСН, ракетных войсках стратегического назначения. Вообще, раньше ветераны-фронтовики неохотно рассказывали о войне. Он начал как-то говорить об этом только тогда, когда стал писать книгу о боевом пути 7-й гвардейской минометной дивизии. Собирать материалы, ездить по архивам. Это 70-е годы. Это вот студенческие годы, мы начал собирать. Ездить в Подольский архив Великой Отечественной войны. Тогда не было ни ксерксов, ничего. Он все бедный от руки, все это переписывал, приносил. Мы это расшифровывали, его каракули там. Но мне это доставляло удовольствие. Ну, очень такая работа была трудоемкая, но очень важная. Я встречался, когда вырос, со многими его подчиненными, в том числе и с рядовыми. Один из них мне сказал, что отец всегда пресекал какие-то большие дисциплинарные меры по отношению к военнослужащим. Но это имеется в виду, что там же были офицеры определенного рода, которые были командирами, начальниками особых отделов. И за малейшую провинность могли отправить, предать в суду военного трибунала любого человека. Вот этот солдат мне сказал, что в нашей дивизии такого не было, благодаря твоему отцу. Ну, может быть, так и было. Помню, встречался и разговаривал с водителем, который служил с отцом чуть ли не с 43-го по 45-й год. Он возил отца. На этом, на Виллесе американском, значит, он говорил, что сколько раз твой отец буквально на волоске от смерти. Отчаянно, говорит, был. Приказывал мне всегда вечером зажигать фары, а нельзя. Тут же засекут и обстреляют, чтобы из одной части попасть в другую. Ну, при фронтовой полосе. Вот однажды, говорит, я говорю, не могу включить, нас засекут. Включая тебя приказы. Я, говорит, включил, и мы поехали. Но не проехали 500 метров, как нас обстреляли. И я очнулся в кювете. Он сам водитель. Машины нет. Огромная воронка. И отца твоего нет. То есть, не прямое попадание, но снаряд большой мощности от немецкой гаубицы разорвался рядом. И отца засыпало землей. Его контузило и засыпало. Я, говорит, стал шарить по земле и нашел торчащий из земли кусок шинели. Откопал твоего батя. Он там вот, если бы не откопал, ну, задохнулся бы еще. Хоть и потомственный военный, но он не был таким, ну, в плохом смысле слова, солдафоном. Понимаете, он, человек был решительный, мужественный, но в то же время очень внимательный к людям. И это многие отмечали, даже те, кто служил с ним после войны. Он никогда, как командир, не повышал голос, так сказать. Никогда разносы такие не устраивал. Но это и мы сами чувствовали. Он на нас никогда голос не повышал. Никогда никаких нравоучений нам не читал. А так он был очень скромный человек. Он никогда не кичился там ни своими наградами, ни... Это был очень достойный и по-настоящему преданный стране человек. Ну, я бы сказал, такой истинный патриот, который много об этом никогда не говорил. Но своими делами он и поступками, конечно, это доказывал и в годы войны, и до выхода в отставку. А также и в годы работы в Московском комитете ветерана войны. В Кармонинском переулке, около Смоленской площади, где он до последних дней возглавлял Объединенный совет гвардейских минометных частей.